Молодец! Листья новые, а ягоды прошлогодние Ребят, время вечер Погуляли все вместе, всей семьей в парке Ну как всей семьей? Девчонки, Лера, Люда, я и Гордейка Ребят, всем большой привет из Воложска Всем добро пожаловать на канал И стареньким подписчикам, и новеньким подписчикам С вами Ольга Мы с вами находимся в парке микрорайона Дружба Народу очень много, потому что тепло Сегодня 26 градусов было днем Но сейчас немногим меньше, ребят Ни дуновения, ни ветерочка Прям такая комфортная, приятная температура Правда, ребят, с завтрашнего дня у нас похолодание Не сильно, конечно же, там не до минуса Кстати говоря, хочу вам сказать, что Отопление сегодня у нас должны выключить Дома находиться просто невозможно Душегубка страшная Очень жарко, дома душно, хотя все открыто И балконы, и окна, все равно очень жарко Мне администрация города сегодня написали вконтакте Что по приказу мэра Волжска Сегодня, 22 числа, отопление будет отключено Ну, будем надеяться, что сегодня уже будет спать комфортно Что не будет жарко Что будет приятственно Похолодание где-то, ребят, градусов, наверное, до 15 стоит И ночью 10 Примерно так Сегодня ночью была гроза Потому что резкие перепады температуры Как правило, в это время грозы Друзья, спасибо, что написали мне Про пирожное Павлова Что названо в честь великой русской балерины Основательницы русского балета Которому нет равных во всем мире В честь Анны Павловой Я этого не знала И никогда бы не догадалась Если бы вы мне не написали Я думала, что Это, знаете, как есть торты, пирожные Забыл, как называются По имени какого-то мужчины Я думала, что это что-то наподобие Что в честь Анны Павловой Даже мне в голову не пришло Зато Как только вы мне написали Что в честь Анны Павловой Мне вспомнился сериал Моя прекрасная няня Помните Заворотнюк и Любовь Полищук Заворотнюк дочь Полищук мама И Настя кому-то говорит Моя мама так любит зефир Ест его постоянно И думает, что у нее от этого Будет воздушная фигурка Но это про меня, ребят Я ем пирожные Анны Павловой И думаю, что буду выглядеть Как балерина Ой, ребят Прошла женщина Я наличкой ведь не пользуюсь Что-то у меня там было Мелочь какая-то я ей дала Я знаю, что она Она говорит на покушать Я знаю, что не на покушать Что на выпить Но что-то не смогла я удержаться Вот А как вот не дашь Человек просит, говорит на покушать С протянутой рукой буквально подошел Как вот Ничего не дашь, что ли Женщин больше всего жалко, ребят Женский алкоголизм Во-первых, неизлечим Во-вторых Пьющая женщина Это самое неприятное Самое Самое страшное и противное Муравей по мне ползет Спахнуло его, сдуло Пока мы стояли Смотрели, как Гордия С горки катается Подошла девушка Тоже с ребенком И мальчик тоже стал кататься Они ровесники Но наш болтает А мальчик еще не разговаривает Что-то там мычит И наш тоже, глядя на него Стал ему подражать И тоже му-му-му, чего-то там У-у-у Такие же звуки, как он издает Ой, так смешно это все Наблюдать это все И девушка говорит Все, их теперь отсюда не выгонишь Люда говорит Пошли домой Она говорит Нет, их теперь отсюда не выгонишь Мы бы, говорит, здесь жили Если бы не алкоголики Которые тут шатаются По ночам Я говорю Да, можно было палатку поставить И с утра до ночи кататься на горке здесь Костерок развести Покушать, что-нибудь приготовить Кашку сварить Малашку И смотреть, как с горки дети День и ночь катаются Сейчас смотрю Пришло сообщение Что осуществлена доставка В пункт выдачи Озон В прошлый раз я вам говорила Заказывала шампунь-бальзам Ребята, шампунь-бальзам Если хотите, дома покажу Я уже много-много лет Пользуюсь одними и теми же Потому что все перепробовала Что только можно Эти самые лучшие Да, они не самые, так скажем, дешевые Но самые лучшие Вот я подкараулила Как-то так получилось Была скидка Не отдельно Если по отдельности брать То получается Около 900 рублей Шампунь-бальзам По пол-литра А здесь в наборе Сразу и шампунь-бальзам Вместе Получилось у меня 670 рублей Ну то есть Так приличная такая Скидочка получается Думаю, конечно, вместе У меня все равно Вместе заканчивается И шампунь-бальзам Ну понятно, что Неравномерно уж Прям там Пик в пик Но Тем не менее Приблизительно Где-то так Это, ребят, Вэлла Шампунь-бальзам От Вэллы Ну правильно Вэлла По-моему Больше 100 лет На рынке Конечно Они усовершенствуют И усовершенствуют Свою продукцию Поэтому Ну вот как по мне Так равных Им нет Я не знаю Может быть есть еще Что-то лучше Может быть какие-то Профессиональные Например Шампуни-бальзамы Из тех Вот которые В ширпотребе Я все перепробовала Вот Вэлла Лучше всех, ребят Так что вам От души Рекомендую Советую Ребят А сейчас Пришло сообщение Что мне доставлен Комплект постельного белья Я выбирала Между сатином И поплином Думаю Что выбрать То или другое Думаю Дай-ка я почитаю Происхождение Слова сатин Почитала Оказывается Так интересно Изначально Это было слово Зайтун А зайтун Переиначенное Уже на сатин А зайтун Это название Можно сказать Древнее Арабское Китайского Порта Чуанчжоу Представляете Какая история Оказывается У сатина Я все-таки Заказал Поплин Ребят Заказываю Я всегда Семейный комплект Там большая Простыня Два Пододеяльника И две Наволочки Как правило Но вот в этом Комплекте Который я заказала Две Наволочки 50 на 70 И две Наволочки 70 на 70 Вот придет Я вам Дома Открою Покажу Ребят Как чудесно Что вечером Можно прогуляться Подышать Свежим воздухом Насладиться Природой Зимой Ведь скорее Торопишься Домой Бежишь Голопом Скорей Скорей В тепло А теперь Так получается Что на улице Комфортнее Чем дома Ну по крайней мере Пока у нас Отопление Не отключили Надеюсь Что дальше И дома Будет комфортно Сегодня Кстати Ко мне Залетела Огроменная Оса Я открыла Балкон Утром И залетела Оса Я ее Выгоняю Она улетает Через 5 минут Опять возвращается И так Несколько раз Я знаете Честно говоря Уже боюсь У меня однажды Осы свили На балконе Гнездо У меня стояла Там табуретка Старая И они под ней Свили гнездо Думаю Не присматривается Не принюхивается Ли к моему балкону Опять Причем Осата Знаете Какая-то такая Ну может Это и не оса Я не знаю Прям огроменная Какая-то Необычная Я боюсь Вот этих всех Насекомых Которые могут Укусить Ужалить Поэтому Стараюсь Чтоб В квартиру Не залетали В ущерб себе Пришлось Балкон закрыть Ребят Решила свернуть В сторону Направо К ресторану Эрвий Посижу Думаю Еще с вами Поговорю здесь Ребят Сейчас говорила Про заказ Возон И вспомнила Что вы Под прошлом Видео Меня спрашивали Какой кофе Я предпочитаю Какой кофе Пью Я покупаю Кофе Итальянский Сейчас в данный момент Раньше я покупала Там где-то В пятерочке Например Когда были Импортные Когда импортный Кофе Продавался Сейчас вы знаете Кофе В основном Только наш Но итальянский Кстати Тоже можно встретить В пятерочке В магните Вообще У кофе В зернах Выделяют Восемь степеней Обработки Поэтому Так вот Просто сказать Какой именно Кофе Нравится И что-то Посоветовать И порекомендовать Конечно Вы сами Должны определиться В какой степени Обжарки Вам нужен Кофе Какой крепости С каким ароматом С каким вкусом Это все Приходит с опытом Ребят Это Не так Вот Пришел Купил Понравилось Все Начал пить Скорее всего Надо будет Перебрать Несколько сортов Кофе Посмотрите По обстоятельствам Я всегда Смешиваю Несколько сортов Кофе Это Меня научил Олег Одноклассник Мой Он сказал Что у него Жена Так делает И я Попробовала Мне очень понравилось Я тоже Так стала Делать Я смешиваю Два Или три Сорта Кофе Как правило И вот Из этой смеси Уже Варю В турке Для себя Кофе Как я его Варю Ребят Вы видели У меня на канале В коротких Видео Шортс Кофе С пирожным Наливаете Воду В чашку Из этой чашки Переливаете Воду В турку То есть Воды должно быть Не больше Не меньше Чем вы хотите Выпить кофе И уже Вот на этот Объем воды Кладете Кофе Но я кладу Кофе на глаз Не измеряя Ложечкой кладу Чайной Маленькой Даже не чайной А кофейной Я уже привыкла Кладу каждый раз Одну и ту же порцию Но вот сейчас Немножко снизила Употребление кофе Чуть-чуть Кладу меньше Чем обычно Друзья Вы знаете Что я В прошлом году Закончила Курс психологии При Томском Государственном Университете Учиться Мне очень понравилось Была Прекрасная Дружеская Атмосфера Преподаватели Очень понравились Вообще Все было Классно Все было Здорово Немножко Консультирую Люди Обращаются Но Честно скажу Народу Немного Народу Немного Но может быть Это и к лучшему Потому что Не так просто Ребят Я вот удивляюсь Психологам Которые принимают Несколько человек В день Допустим Один вышел Клиент Второй зашел Один вышел Третий вышел Четвертый зашел Я считаю Я считаю Через месяц Два Три Вот таких Приемов У самого Психолога Будет такое Выгорание Что ему Самому Не один Психолог Нужен будет А несколько Поэтому Вот так Изредка Ко мне Люди Обращаются И Мне Этого Достаточно Нет Перегрузки И Людям Я смогу Оказать Больше Внимания Не буду Торопиться Смотреть На часы Если Человек У нас Идет Разговор Если У нас Идет Как сказать Взаимодействие И взаимодействие Это правильное Человеку Становится Легче После разговора Со мной И Я вижу Что человеку Хочется Выговориться Я его Не прерываю То есть Вот у нас Час Консультации А мы Можем Разговаривать Полтора Два Часа Вот так Вот Я знаю Что Допустим Следом Я никого Не записала И я Человека Не дергаю Мы Спокойно Разговариваем И разговариваем Общаемся И общаемся Лишь бы Человеку Стало Лучше Легче Приятнее Спокойнее Лишь бы Помочь Человеку Разобраться Со Своими Тараканами Ребят Что хочу Вам сказать В этот Раз Смотрела Я вам Говорила Смотрела Интервью Лобковского Интервью Брала Стрелец До того И Мне Очень полезны Его советы Которые Он дает Вот например Во время интервью То что я слышу Ребят И что я услышала В этот раз На интервью Надежды Стрелец Оказывается Марсель Пруст Считал Что все Великое Что есть Что создано В литературе В искусстве Это все Сделано Людьми Невротиками То есть Не людьми Спокойными И психологически Здоровыми А именно Невротиками Психологически Больными Людьми Так скажем И Лобковский Это подтвердил Сказал Что об этом Известно Всей мировой Общественности Что все Великое Создано Невротиками Ребят Я вам что хочу Сказать К чему я Это все Веду К тому Что Если Вы за собой Замечаете Что Лишнего Нервничаете Как я Например Что У вас есть Какие-то Свои ритуалы Что Вас Что-то Нервирует Раздражает Что вы В общем Что вы Похожи на Невротиках Не переживайте Мы с вами Можем Еще сделать Что-то Великое Для мира Например Для мира Искусства Для мира Музыки И так далее Поэтому Невротики Рулят И все У нас Будет Хорошо Друзья Кругом Деревья Сосны Березы Птички Поют Вот я слышу Соловей Поет И еще Кто-то Выводит Свою трель Но не пойму Кто это Что за птица Очень приятно На улице И не могу Нарадоваться Ребят Что темнеет Поздно Что темнеет Ни в 3 Ни в 4 Часа Вот это Для меня Прям знаете Короткий Вот этот день Световой Это для меня Убийственно Не могла Дождаться Пока будет Темнеть В 7 Часов Если темнеет В 7 Все 100% Весна Наступила Все изменилось Ребята Звуки И запахи Все такое Приятное Мы с вами Идем домой Если хотите Сейчас по приходу Домой Покажу вам Шампунь Бальзам Вдруг кому-то Пригодится Еще кое-что Купила В общем Все Сейчас посмотрим Пощупаем Разглядим Листья распускаются Все в зеленой дымке Красота Вспомнила Что надо в аптеку Зайти в апрель Рядом с домом Ребят Думала Постельное белье Пришло на озон Нет Пришла футболка Футболка Стоит всего Не поверите 300 рублей Плотный хлопок Фирма Бренд Твое Я не знаю Ребята Почему она стоит 300 рублей Я понятия не имею Но футболка Вообще прям Классная 46 размер Она большимерит Где-то вот на 50 Сидит прекрасно На мне Мне очень нравится Я прям в восторге Ребят Думаю Надо еще одну Такую заказать Хоть в пир Хоть в мир Еще даже бирку Не срезала Ребят Я вам обещала Показать Шампунь Бальзам Вэлла Про Сириас Вот так Они выглядят Прям Флакончики Тюбики Выглядят Один в один Как на упаковке Если хотите Хоть себе Хоть на подарок Вообще Прекрасно Белый Это бальзам Красный Это шампунь Ребят Еще у меня Заканчивается Дезодорант Прям вот остатки Сладкие Я уже много лет Пользуюсь Мужским дезодорантом Old Spice Вы скажете Почему мужским Тебе что Женских дезодорантов Не хватает Да Ребят Не хватает Потому что Я тоже Так же как с шампунем Все перепробовала Женские дезодоранты И как только Я попробовала Old Spice Мужской Ну это очень давно Было Лет 15 назад Может и больше Все Я поняла Что мне нужен Именно он Вот так он выглядит Это дезодорант Гель Ребята Запах Обалденный Прям такой Свежестью Морем Дезик Просто классный Здесь написано Значит в аннотации К нему Что держит 48 часов Ребят Это 100% Я как-то Ездила в поезде И пользовалась Им 48 часов Держит Поэтому Вам тоже Рекомендую Девчонки Дезодорант Old Spice Кстати Насчет того Что Сейчас все Унисекс И насчет того Что Кое-что Мы у мужчин Отжали Кое-что Они у нас Отжали Ну Например Из одежды Да Какие-то вещи Они носят Более такие Женственные Какие-то Более Мужественные Вещи Мы носим Я на днях Ехала С таксистом Этот таксист Нас вез С вечера встречи Он мне попадается Уже Наверное Третий Или четвертый Раз Вот помните У нас был Вечер встречи В час ночи Мы обратно Возвращались Вот как раз Вез он нас И я смотрю У него такая Стрижка Он макушку Отращивает А низ У него Коротко Побрит Я говорю У вас Новая Прическа Он говорит Сергей Его зовут Он говорит Я сам Стригусь Я говорю Да вы что Он говорит Да у меня Дома машинка Я стригусь Сам Все так Ровно Четко Прям вообще Я обалдела Думаю Ничего себе Я говорю А верхушку Отращиваете Чтобы забрать Резинкой Он говорит Да Хочу верхушку Отрастить И забирать Резинкой А я только Недавно В озоне Наткнулась на резинки Там написано Мужские резинки И вот я ему говорю Наткнулась Недавно В озоне На мужские резинки Так говорю Мне стало смешно От этого названия Ну как будто Они мужские Какие-то другие Из себя резинки Такие же Такие же как и женские Просто Ну черные Резинки Обычные Он тоже смеется Я говорю Это наверное Так их назвали Мужские резинки Чтоб мужички Не комплексовали Когда их покупают Он говорит Наверное Ну вот посмеялись С ним тоже Обсудили Что сейчас Все смешалось Все унисекс Не поймешь Где женские Где мужские вещи Женщины Носят брюки Футболки Такие Свободного кроя А мужчины Носят резинки Вот так ребят Такая жизнь Настала У меня друзья На ужин Греческий салат Один из моих Любимых Давайте попробуем Греческий салат Со шпинатом Не стала я брать Почему-то салат Хотя айсберг Там был Вот уже сейчас Салат делала Думаю Надо было Наверное Айсберг взять Ну ладно В следующий раз Сыр моцарелла Помидорка Черри Ребят Я специи положила Соль адыгейскую Ну какая вкуснятина Как Юлька Высоцкая Говорит Сказка-сказка Песня-песня Фантастика Ребята Самое главное Забыла положить Вот все Теперь полный комплект Забыла положить Свои любимые Оливочки Как без них Как без них Такую жару Только греческие Салаты есть Моцарелла Кстати из чижика Очень вкусная Всем рекомендую Блеск 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 Друзья Всем желаю Приятнейшего аппетита И надеюсь Надеюсь Что скоро С вами Увидимся Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok